Дорогие братья и сестры, сегодня Господь говорит нам из Святого Евангелия, обращаясь к своим ученикам после того, как у них не получилось изгнать злого, нечистого духа из бесноватого отрока, которого привел Отец. И он на вопрос учеников, почему у нас не получилось это дело, он говорит такие слова, что по неверию вашему, имейте веру. И если будете иметь веру хотя бы с горчичное зерно, и скажете горе этой, подвинься, и она подвинется. И не будет ничего невозможного для вас. Казалось бы, эти слова, когда мы слышим, они кажутся нам очень странными, потому что так много людей, которые называют и считают себя верующими, и мы так себя считаем. Но в своей жизни, естественно, никакими горами двигать мы не можем. И веру свою, да, мы порой считаем, что да, она очень маленькая, действительно, наверное, с горчичное зерно, а может быть и еще меньше. А как же вот эти слова Господа соотносятся? Конечно, это иносказание. Ни в коем случае и эти слова Господа, и многие другие, например, если там соблазняет тебя глаз твой, вырви его от себя, или там рука твоя соблазняет, отсеки ее, и другие подобные выражения, вот такие яркие, красочные, но кажущиеся резкими и невыполнимыми, их ни в коем случае нельзя понимать буквально, потому что их значение не в буквальном исполнении, а в том, чтобы действительно привлечь внимание человека, заставить его ум и совесть как-то двигаться, работать, размышлять. И действительно вот эти аналогии, что есть в жизни что-то неподъемное, да, гора, ну как, гору невозможно подвинуть, хотя мы знаем, в 20 веке были случаи и передвижения домов, больших, крупных домов, их ставили на рельсы, передвигали, и реки пускали вспять, и еще много чего делали, и делает человек. Но, чтобы вот какие-то природные создания изменить и сдвинуть с места, это действительно что-то невыполнимое. И вот иногда такие невыполнимые, кажущиеся, не сдвигаемыми с мертвой точки вещи, христианин своей верой, своей любовью, своей молитвой, своей верностью Господу, действительно может сдвинуть с мертвой точки. Когда Спаситель только начинал свое служение, потом его ученики-апостолы, была могущественная Римская империя, которая все и всех держала в страхе и своими законами регулировала жизнь людей. И христианство было совершенно неукладывающимся вот в эту уже сложившуюся систему. Казалось бы, этот колосс непоколебим, но он оказался на глиняных ногах, как действительно в пророчестве Даниила содержался этот образ. И камень, краеугольный Христос ударил по этому колоссу, ударило христианское учение, жизнь, святая, праведная жизнь, хотя бы, по крайней мере, борьба за эту праведную жизнь христиан, их верность своему учителю привела к тому, что со временем эта Римская империя пала, и те ее запреты, те ее какие-то сложившиеся языческие обычаи, нормы, все это рассыпалось, ушло в небытие, сдвинулась с места эта гора. Бывают и другие ситуации. Допустим, какой-то человек неизлечимо болен, нет никаких надежд на его исцеление, но люди организуют помощь, собирают средства, проявляют заботу, оказывают милосердие, подключают разных и незнакомых совсем людей. И вот это тяжкое, неподъемное дело, кажущееся, как гора, лежащая на пути, перекрывающая человеку его жизнь, она сдвигается с места. Организованная помощь обращается в действие, человеку помогают, делают какие-то операции, собирают средства, и действительно происходит облегчение, изменение и иногда исцеление, обретение новой жизни. Таких дел в жизни очень много. Допустим, организовать какую-то иную помощь, построить хоспис или какую-то помощь детям-инвалидам, или ходатайствовать за какого-то невинно осужденного человека, и так далее, и так далее. Вот таких неподъемных, кажущихся, как можно связываться с этим делом, потому что, как бы, результат, наверное, неисполним. Вот таких дел очень много. И да, действительно, человеческое неверие, эгоизм, лень, коростолюбие, жестокосердие часто приводят к тому, что не могут никто помочь вот таким страдальцам, больным, инвалидам, одиноким, голодным, оклеветанным, неправедно осужденным, потому что не хватает не просто какой-то теоретической веры тех, кто называл бы себя верующими. Все себя считают верующими, все во что-то верят, даже если не в Бога, то в какие-то другие идеи. Но вот чтобы на деле эту веру явить, чтобы эта вера воплотилась не просто в слова, какие-то там утверждения, самомнения, что мы вот такие верующие и так далее. А вот конкретные дела, которым настоящая подлинная вера должна побуждать. Да, это свойство человеческой немощи. Даже у апостолов, как мы видим из этой сегодняшней истории, не получилось помочь бесноватому отроку, которого привел его отец. Но вот сам этот отец, он как раз и совершил, тоже можно сказать, вместе с Господом Иисусом, совершил чудо, потому что другие евангелисты, помимо Матфея, тоже приводят это событие. Там есть еще детали, что вот он из детства вот так страдал и падал, и бился о камни, и спускал пену, и вот никто не может помочь. Господь, если можешь, у Марка, так сказано, отец говорит, помоги нам, и Господь говорит ему, если можешь веровать, все возможно верующему. И отец в повествовании Марка говорит, веруй, Господи, помоги моему неверию. Вот когда наша вера действительно начинает воплощаться в то, что мы преодолеваем свою косность, свою лень, свой страх, свой эгоизм, и что-то начинаем сдвигать с мертвой точки, о ком-то заботиться, проявлять попечение, или проявлять принципиальность и верность Господу, Его Слову, Его заповедям, в тех вещах, где все с легкостью забывают и предают десять основных заповедей Божьих. Ну как их легко и уже, можно сказать, где-то по традиции люди просто переступают. Не поминай имя Господа в суе. Да сколько угодно, все поминают и будут поминать, даже все из себя такие церковные, верующие, чуть чего у них, Господи Божие, Господи, Господи, вот все впустую поминают и поминают, и никак с этой точки сдвинуться не могут. Или не лжесвидетельствуй, нет, пожалуйста, и сплетни, и слухи, и вера в откровенную ложь, и пересказ откровенной лжи, все это нормы. И многие-многие другие вещи и явления нашей жизни, которые мы не замечаем, уже к ним привыкаем, и это как вот какие-то горы зла, горы безумия, на самом деле вот этого неверия, неверности Богу, они вырастают и загораживают от нас все и вся, и друг друга, и Бога, и совесть твою перекрывают, ее вот какие-то живительные каналы, через которые голос Божий пробивается в нас и может заставить нас меняться к лучшему. И вот надо сворачивать эти горы, сворачивать эти препятствия, чтобы вера наша была не просто в самоуспокойности, не в наборе просто каких-то привычек и правил, а вот в этот праздник мы придем и это осветить, в такой-то праздник мы другой принесем осветить, или такую молитву прочитаем, секую, другую. А вот в тех ситуациях, где трудно, где не хочется, где лень, где страшно, проявить верность, проявить решимость, проявить вот эту самую веру, пробиваясь сквозь стоящую преграду. И вот и будут тогда чудеса, чудеса, которые реально будут приносить пользу, которые не в спецэффектах, что что-то там блестит, источает там мира, масло, еще что-то, а вот было зло, а стало добро, была какая-то ситуация болезни, безнадежности, страха, уныния, отчаяния у человека, а вот пришли верующие люди и дали, подарили человеку надежду, избавление, помощь, поддержку и так далее. Вот так, дорогие, будем к этому стремиться, к этому учиться, ибо в этом и будет наша настоящая вера в Господа нашего Иисуса Христа, наше ученичество у Него и наше христианское звание, которое здесь на земле нас будет соединять с Господом и в жизни вечной, во веки веков. Аминь.